Кучьи талой воды затопили нору полевой мыши. Ей пришлось выбраться на сухое место и сушиться на солнце. Сейчас она в большой опасности. На охоту вышел воробьиный сычек. Только нервно подрагивающий хвост подсказывает нам, что это не обычная птица, это самая маленькая сова в Европе. А издалека его легко принять за какого-нибудь воробушка. Сычек охотится днем, а ночью прячется в старом дупле дятла. Мышь пытается спрятаться в траве, используя черную полоску на спинке. Но спасает ее не покровительственная окраска, а другой хищник. На соседнем дереве является ястреб-перепилятник, который заметно крупнее сычка, так, что вполне может убить маленькую сову. В ужасе от страха сычек превращается в старый сучок на ветке и замирает. Однако перепилятник уже позавтракал и просто чистит перышки на теплом солнышке. Для стычка безопаснее будет посидеть незаметно на ветке. А для мышки это настоящее спасение. Большинство сов охотятся ночью, а днем искусно прячутся. Их защитная окраска отлично маскирует в зарослях. Ушастая сова предпочитает скрываться в войнах деревьев. Там она становится неотличима от коры деревьев. Пока сова не откроет глаза, вы не можете отличить ее от окружающей растительности. Питается ушастая сова мышами. Еще в парках встречается более грозный хищник, которого боятся и совы, и перепилятник. И даже серые вороны в ужасе от его проворства и когтей. Это ястреб-питеревятник. Когда он стремительно проносится на деревьях, все птицы замирают от страха. А краска у титеревятника тоже маскирующая. Когда он сидит на ветке, его бывает трудно увидеть. Хотя сама птица довольно крупная, с ворону. Чаще всего титеревятник.